Предварительное голосование прошло и в посёлках городского округа Люберцы. В 8 утра свои двери для избирателей открыла Красковская гимназия номер 56. Там побывали мои коллеги. В протяжении многих лет я всегда голосую. Это мой принцип. Хочется, чтобы мой голос был отдан за того, за кого я захотела проголосовать. Так жительница Краскова Ольга Вавилова объяснила свой приход на счётный участок. Отдав свой голос за достойных, на её взгляд, кандидатов, она надеется на перемены к лучшему. Они очень деятельные люди. Я думаю, что они в высшем-то сделают хорошее продвижение. Кабинки для тайного голосования, запечатанные урны для бюллетеней, стенды с информацией о кандидатах. Процедура ничем не отличается от предыдущих, но несколько новшеств всё-таки есть. Перед тем, как выдать бюллетени, мы проверяем, проголосовал ли избиратель на госуслугах. Потому что в этом году каждый избиратель имел право проголосовать и на госуслугах, и не приходить на участок очно. Каждый кандидат имеет право направить сюда наблюдателя. На нашем участке три человека присутствуют и блогер, который освещает ход голосования в социальных сетях. Всё проходит спокойно, в штатном режиме. В этом лично убедился секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Ужицкий. Он посетил счётный участок, пообщался с избирателями и с членами счётных комиссий. Восемь часов, как положено, открылись. Да? Да. Предварительное голосование проводится для того, чтобы сформировать список кандидатов, которые будут участвовать в сентябрьских выборах. И тем самым определить, кто достоин бороться за кресло депутата в Государственной и Московской областной думах. Луиза Игазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.